Скажи нам, что с рукой было? С самого начала? Ну. Двя месяца назад стала болеть рука, запястье. На вене шишечка появилась. Так, палец поднимать? Палец вообще не могла поднимать я. Руку сводила. В последнее время опухать стала отекать. Сейчас как палец? Замечательно. Скажи мне, вот перед процедурой что не могла делать? Да, вообще практически я не могла этой рукой работать. А сейчас палец? Сейчас супер. Поднимается во все стены? Да, да. Вот такая штука у нас выходит. Скажите мне, что это? Видишь, что это такое? Ну, вижу. То есть даже вот подергать его, а он... Как печень. Как печень, правильно. То есть у тебя там кровь стояла и не двигалась. Пропитана была мышца. И вот эта вещь в мышцу, она и давала, не давала возможности тебе питания. Почему так происходит? Ну, это уже другой момент. Нет, а еще может такое у меня случиться? У всех может. Вот она штучка такая, она даже не сползает. Поняла? Поняла? Да. Это так называемая в народе дурная кровь. Расскажи сейчас, какое ощущение? Легкое, свободное. Теплое? Нет, не теплое она у меня. Не теплое? Нет, может потому что я нервничаю. Но свободное полностью. Полностью, да. Давно такое не было, наверное. Давно. Вот как эта рука работает. Я даже забыла, что так может быть. Но теплоты я не чувствую. Вот когда вы делали саму эту процедуру, то да, рука тепло разошлась. И теперь поняла, что там, где я нажимал, там как раз этот, ну, не тромб, а такая пропитанная, густая кровь стояла. Все, теперь понятно. И теперь подвигай после повязки. Сейчас еще приятнее, потому что затянута рука. Правильно я говорю? Приятнее ощущение такие? То есть как-то вот даже подвигай в сторону. Нет, хорошо вообще. Только вот единственное, вот здесь, да, есть какой-то дискомфорт. Но это уже просто хрустит там что-то. Это не боль. И даже хочется двигать. Вот так, Алиска. Спасибо вам.